Думаю, что я единственный финт тут. Я являюсь активистом антифашистского комитета Финляндии, один из основателей нашего комитета. Я доктор наук, преподаватель юридического факультета университета Хельсинки и активно содействуем вместе с эстонскими, русскими и латвийскими антифашистами. А что касается тематикой информационной войны, я могу вам сказать, что здесь очень богатая литература существует на русском языке. Один из ведущих экспертов по вопросам информационной войны России, его зовут Панарин, Александр Панарин, политолог. У него недавно вышла очень хорошая книга под названием «Информационная война за будущее России». То есть, если вы хотите прочитать именно, или познакомиться с этой темой, именно с точки зрения, с теоретической точки зрения, можно прочитать эту книгу. А что касается информационной войны сегодня, я должен сказать вам, что главное оружие информационной войны сегодня – это флешификация истории. И сегодня в многих странах, особенно, к сожалению, в Прибалтике, именно в Эстонии и Латвии используется историю, именно историю Второй мировой войны, как оружие против меньшинств, национальных меньшинств, в основном, против русских и русскоязычных этих стран. Может быть, вам известно, что в Эстонии, Латвии живут очень много людей без гражданства, без всяких нормальных демократических прав. Их сотни-тысячи, они не имеют права голосовать в национальных выборах, они не имеют права голосовать в выборах парламента, в выборах Европарламента. Идет постоянная кампания в национальном прессе Эстонии и Латвии, именно против русских и русскоязычных. В этих странах, Эстонии и Латвии, существует очень мощная полиция безопасности, то есть спецслужбы, задача которых это именно управлять политическую обстановку в стране, именно таким образом, чтобы русские или русскоязычные не смогли создавать свои нормальные политические организации и участвовать в нормальных выборах. Хорошо. Теперь Бранзовая ночь. Вам всем известно, что произошло примерно два года назад в Эстонии. Был бунт, русский бунт. Это было совершенно спонтанное движение, это был совершенно спонтанный протест против деятельности эстонского правительства, который совершенно неожиданно уничтожал монументы освободителям города Таллин. Как известно, город Таллин был освобожден от фашистской оккупации 22 сентября 1944 года.